В Госдуме предложили переписать проект о домашнем насилии. Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили свои замечания к опубликованной Советом Федерации в версии резонансного законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Так, они хотят ввести новые меры по защите жертв от преследования и от побоев. Этого нет в варианте сенаторов, а также поправить уголовный кодекс, заменив для нарушителей арест до трех месяцев на лишение свободы до года. Фото, Александр Гальперин, РИА Новости. Как сообщила вице-спикер Верхней Палаты Парламента Галина Корилова, замечания сенаторы принимают до 15 декабря, после этого документ будет официально внесен в Госдуму. Минус. Что нам даст закон о защите от семейного насилия. Предлагается существенно уточнить определение семейно-бытового насилия. В опубликованной сенаторами редакции полностью исключаются из-под действия закона все виды физического насилия, побои, причинения вреда здоровью и тому подобное. Таким образом, все потерпевшие, которые ожидают принятия процессуального решения по своему заявлению, лишаются мер защиты и социальной поддержки в самой острой и опасной фазе конфликта, подчеркивается в документе. Кроме того, в отношении нарушителя будет невозможно применить ни одну меру профилактики, предусмотренную предлагаемым проектом закона. Будь то профилактические беседы, специализированные психологические программы для нарушителей и тому подобное. Депутаты предлагают сформулировать определение семейно-бытового насилия так, умышленное противоправное деяние, действие или бездействие, в отношении близкого лица, лиц, включая преследование, если это деяние причиняет физическую боль, наносят вред жизни, здоровью и, или, имуществу таких лиц, а также угроза совершения подобного деяния. Преследование одна из наиболее часто встречающихся форм семейно-бытового насилия, указывают авторы замечаний. Его определение в проекте предлагается прописать отдельно. Под ним следует понимать действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле. Это может выражаться в поиске пострадавшего, попытке выяснить его место проживания или пребывания и ряде прочих действий. Депутаты требуют уточнить и круг лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию. Минус. Патриарх Кирилл прокомментировал закон о домашнем насилии. В Госдуме также считают, что надо прописать и права эждивенцев жертв к этой категории относятся дети до 18 лет, престарелые родители, родственники инвалиды и тому подобное. Ведь в эпицентре агрессии могут находиться не только пострадавшие, но и те, кто от них зависит, и их тоже надо защищать, уверена Пушкина. Нормы статьи о защитном предписании, по мнению представителей Нижней Палаты, также нуждаются в корректировке. В частности, меняется возраст лиц, в отношении которых они могут выноситься. В сенаторской версии лицо должно достигнуть 18 лет, в депутатской – 16. Дополняется и перечень запретов к пострадавшему. Нельзя будет умышленно приближаться к нему на расстояние ближе, чем на 50 метров. «Особое внимание стоит уделить санкциям за несоблюдение защитного и судебного защитного предписания», подчеркнула Оксана Пушкина. Ведь предложенные меры, как показала практика после декриминализации побоев, нерезультативно, считает она и ее коллеги. Очередное бремя административной ответственности отразится на семейном бюджете, а соответственно, и на жертве, пострадавшей от семейно-бытового насилия, отметила парламентарий. Депутаты советуют предусмотреть административную ответственность в случае первого нарушения защитного предписания, а для повторного нарушения ввести уголовную ответственность. Необходимо также расширить возможности суда при назначении наказания правонарушителям, неоднократно наносящим побои, указали в Госдуме. В связи с этим депутаты предложили поправить статью 116.1 УК РФ, которая предусматривает максимально строгое наказание арест на срок до трех месяцев. Ведь исполнение именно данного вида наказания невозможно в связи с тем, что в России не функционируют так называемые арестные дома. Соответственно, такие наказания судами не применяются. Предлагаем исключить из СТ 116.1 УК РФ в санкцию в виде ареста и заменить ее на санкцию в виде лишения свободы на срок до одного года, говорится в замечаниях. Особое внимание стоит уделить санкциям за несоблюдение защитного и судебного защитного предписания. Основные принципы профилактики семейно-бытового насилия тоже предлагается корректировать. У сенаторов профилактика должна основываться на принципе поддержки и сохранения семьи. Деятельность органов профилактики, направленная на сохранение семьи в ситуации семейно-бытового насилия, может привести к нарушению права пострадавшего на безопасность и защиту от насилия, отметили авторы замечаний. Они предлагают убрать принцип сохранения семьи и оставить только поддержку. Кроме того, рекомендовано добавить право жертв на получение всех видов бесплатной юридической помощи, а также прописать, что социальные услуги в целях защиты граждан также предоставляются бесплатно. Оксана Пушкина отметила, что сенаторы и депутаты работают в команде. И хотя в Нижней Палате не во всем согласны с верхней, однако необходимо принять важный документ и договориться о нюансах. Это расширенная версия текста, опубликованного в номере РГ. Власть, работа, власть и внутренняя политика, законодательная власть Госдума.